Бийская трасса, именуемая в народе трассой смерти. В типичный летний вечер пятницы загружена под завязку. Барнаульцы, новосибирцы, жители европейской части страны едут, а точнее летят за красотами горного Алтая. Правда, увидеть их могут не все. Кто-то получает травму, а кто-то погибает в жестких ДТП. Допустимая скорость на Бийской трассе, да впрочем, как и на любой другой, всего 90 км в час. Но такой скоростной режим мало кто соблюдает. Отсюда и такая печальная статистика по ДТП. По данным Краевой ГИБДД, количество смертей за последние три года на участке Барнаул-Бийск федеральной автодороги Р-256 только увеличивается. Так, в 2018 году трасса унесла 15 жизней, в 2019-м 16, а в 2020-м на 9 больше, чем годом ранее. Уже 25 смертей. Слушать трасса еще и в том, что по ней едут не только легковые машины, но и большегрузы. Последние, естественно, едут медленно. Легковые их пытаются обогнать, вылетая навстречу. Заканчивается это не всегда хорошо. Вот если бы здесь было четыре полосы, то такой проблемы здесь просто бы не было. Ну, даже сейчас мы ехали, многие прямо на встречку улетают вообще без проблем. Как вы думаете, что можно сделать, чтобы не было такой аварийности высокой на этой трассе? А четыре полосы сделать. Туда будет без проблем. Потому что очень много фур едет, они затрудняют движение, постоянные обгоны вот это. Особенно, когда на правом руле едешь. Безопасно здесь ездить? Ну, хотелось бы побольше двухполосное движение, как сейчас расширяют Новосибирскую трассу. Потому что, как вы сами видите, здесь часто обгоны совершаются. Когда четыре полосы сделают, тогда будет хорошее. А сейчас вы сами видите, какое движение и какой трафик. К четырем полосам призывает и создатель популярного барнаульского интернет-сообщества Алексей Куреленок. Он сейчас колесит по комфортным дорогам Краснодарского края и приводит его дорожную инфраструктуру в пример. Мы сейчас едем в Краснодарском крае. Это Сочи. В принципе, обычная практика мировая. Две полосы туда, две полосы обратно. Между ними металлическое ограждение, чтобы убрать риск вылета со встречной полосы, чтобы не было лобовых столкновений. Как правило, аварии снижаются к нулю. Вот такие лобовые жесткие. Расширение участка Барнаул-Убийск началось в прошлом году, когда Росавтодор начал многомиллиардное финансирование. По Троицкому району там идет капитальный ремонт, именно цель которого не четыре полосы сделать, а сделать третью полосу на подъем, которое тоже является очень эффективным техническим решением для больших грузов, которые могут прижаться в правую полосу и не мешать основному быстро идущему транспорту, для того, чтобы они могли в гору на подъем подниматься быстро. Троицкий участок ведут уже осенью этого года. В это же время достроят и классическую четырехполоску на 11 километров в одном из самых загруженных участков – в Первомайском районе. Там сейчас работает дорожная техника. В следующем году четырехполоску на трехкилометровом участке достроят и перед Бийском. Получается, что чувствовать себя в безопасности до пути в горы можно лишь на 14 километрах, а их 168. Наши планы строили до 28 года. Это что касается участка от Новолтайска до Бийска. Но все прекрасно понимают, что долгосрочного такого планирования, подкрепленного финансирования на сейчас нет. То есть у нас трехлетняя программа. И в этой трехлетней программе мы планомерно пойдем от Первомайского в Косихинский район. Будем двигаться в сторону Бийска и также планомерно из Бийска в сторону Барнаула. То есть наша задача в середине этого участка – замкнуться в четыре полосы. Четырехполосное движение, конечно, в разы уменьшит фронтовые сводки. Но расширение трассы – это не панацея. Повышать культуру вождения в приоритете, поясняют специалисты. Четырехполосная дорога, скажем так, убережет добросовестного водителя от недобросовестного в плане выезда на встречную полосу. Но в любом случае не защит участников движения, если кто-то другой захочет нарушить правила. В той или иной степени превысить, выйти на обгон в запрещенном месте. Не очень красиво ведет себя Кузбасс. Более отвратительно, чем Новосибирск, не ведет себя никто. Поэтому, как только видишь, держись подальше. Поэтому четыре полосы – это всего лишь часть необходимых мер. Не менее важен и тщательный подход к выдаче водительских прав, говорят эксперты и обычные автомобилисты. Последний случай в Казани со стрелком показал, что существует много недоработок в плане выдачи оружия. Но автомобиль – это не менее смертоносное устройство, которое при ненадлежащем управлении может натворить не меньше бед.